Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня вы услышите исповедь путешественника во времени. Добро пожаловать на пересадочную станцию. Да и я уже превратился в немощного старика с седыми волосами и трясущимися руками. Я знаю, что мне осталось совсем немного. Я это чувствую и знаете, мне совсем не хочется умирать. Нет в этом ничего приятного, но я открою вам один секрет. Дело в том, что я не умру. И даже больше, через несколько минут после того, как допишу это письмо, я снова стану молодым. Да, у меня есть такая возможность. Дело в том, что передо мной на столе лежит металлический шар. Если нажать на кнопку, вмонтированную в него, то он разделится на две половинки и из него выкатится еще один шарик поменьше. На нем я увижу механический циферблат, похожий на кодовый замок, который раньше вешали на чемоданы. Если набрать на нем любую дату, после этого снова поместить внутрь большого шара и закрыть его, то я тут же отправлюсь в тот день, дата которого изображена на циферблате. Я не буду помнить ничего из той жизни, которую я уже прожил. Но разве это важно? Я с удовольствием проживу ее еще раз. Ах да, я забыл сказать, что если приглядеться к внутренней поверхности большого шара, то на ней можно увидеть множество царапин и засечек. Я их обнаружил давно, но только сегодня я, кажется, понял, что они означают. И именно поэтому решил написать это письмо. Объясню все по порядку. Судя по всему, путешествия во времени никак не влияют на то, что находится внутри шара. И я склоняюсь к мысли о том, что все эти насечки сделал я, чтобы не забыть, сколько раз я уже пользовался этой машиной времени. Их там 38. Я прекрасно осознаю ответственность перед вами и всем человечеством. Да, я эгоист. Именно по моей прихоти и нежеланию умирать вы прожили свои жизни, умерли и снова воскресли уже 38 раз. И даже не подозреваете об этом. Да, я понимаю, что поступаю подло. Из раза в раз загоняя всю вселенную в эту временную петлю. Но я уверен, что каждый из вас поступил бы так же, окажись, но он на моем месте. Поверьте, когда вы поймете, что мгновение вашей жизни на исходе, а у вас в руках возможность избежать встречи со смертью, то судьба человечества последняя, о чем вы будете думать. Напоследок я расскажу о том, как в моих руках оказалась машина времени. «Очень просто. Я купил ее на барахолке 42 года назад. Среди других продавцов, пытающихся впарить покупателям всякий хлам, стоял старик, а перед ним на белом полотенце лежал этот шар. Больше он ничего не продавал. Мне стало одновременно интересно и жалко этого старика. У него был измученный взгляд. Казалось, что он никак не может решиться, продавать ли ему эту странную штуковину или нет. Сейчас я понимаю, чем было вызвано его поведение. Этот старик знал о том, что именно лежит перед ним. Он знал и, думаю, много раз пользовался машиной времени. Но, в конце концов, совесть замучила его, и он сделал свой выбор между своей смертью и ответственностью перед людьми. Когда я пришел домой, я нажал на кнопку, открыл шар и обнаружил внутри свернутый лист бумаги. В нем предыдущий владелец кратко рассказывал о принципе работы этого устройства и просил использовать машину времени только в благих целях. И еще много разной ерунды и про ответственность перед мирозданием. Возможно, что и я когда-нибудь наберусь сил и поступлю так же. А лучше выброшу ее на помойку без всякого послания. Да, я обреку себя на смерть, но зато поступлю честно. Но не в этот раз, не в этот. Простите меня, мертвые люди. Через минуту вам придется воскреснуть и еще раз прожить остатки ваших жизней. Простите и те, которые родились после той даты, в которую я отправлюсь. Вам придется на некоторое время снова кануть в небытие. И прости меня, вселенная. Я просто хочу жить. Сейчас я сложу это письмо. Помещу его в шар, поставлю еще одну засечку. Наберу на циферблате 23 сентября 2019 года. Тот день, когда я купил машину времени и снова стану молодым. А вы проснетесь с утра, порадуетесь новому дню и даже не будете подозревать о том, что уже прожили его 38 раз. Возможно, что я даже опубликую это письмо в интернете на каком-нибудь развлекательном или литературном сайте. Естественно, под псевдонимом. Возможно, кто-то озвучит его и выложит на своем канале на ютубе. Вы прочтете или прослушаете его, посмеетесь или удивитесь фантазии автора. Но ни один из вас ни на секунду не задумается о том, что все написанное может быть чистейшей правдой. Впрочем, от вас этого и не требуется. До встречи в прошлом, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok